Мы понимаем под микротранспортом, это у нас велосипеды, это у нас самокаты. Возможно, я и забыла, тут есть, возможно, тут считаются и ролики, и беговелы, но мы будем все-таки говорить о том, о тех средствах передвижения, которые повышают класс и привлекательность объектов жилой и коммерческой недвижимости. И сегодня вместе с нами, со школой девелопера, на связи будут Татьяна Пономарева, директор по развитию компании «Городская среда» и Кирилл Жанайдаров, вот Кирилл, извините, я буду это говорить быстрее, руководитель управления по транспорту в фонде Сколково. Многие девелоперы начали обращать внимание на решения в области микротранспорта, инфраструктура для него, и давайте поговорим о тенденциях и предпосылках развития этой темы. Мы все видим, что происходит вокруг, мы слышим о том, что и Москва, и Московская область реализуют эту программу по созданию велодорожек, мы материмся в чатах с нашими соседями, выясняя, кому все-таки больше должно быть внимание и место на дороге, обычным автомобилистам, или все-таки надо уступить где-то велосипедистам. Но при этом нельзя отрицать, что огромное количество, количество территорий уже подвергнуто вот этой реновации. Мы видим результаты, мы видим, что в парках культуры и отдыха стало более цивилизованным, мы видим, что на дорогах городских и подмосковных возникают уже эти велодорожки, мы все больше и больше походим на Европу в этом плане, вот, и мы видим, что растет интерес к здоровому образу жизни. Сегодня велосипеды есть уже у 40% населения, нам, конечно, далеко еще до Голландии, но огромный запрос на удобное хранение велосипедов, как обычных городских, так и спортивных, особенно для тех, кто занимается триатлонами и всякими видами там соревновательной деятельности. Вот, поэтому давайте двинемся с вами в первую как бы тему, инфраструктура для микротранспорта, что, собственно, нужно для того, чтобы повышать ту самую классность, привлекательность объектов, какие-то предпосылки, тренды, решения. Татьяна, передаю вам микрофон, что называется. Доброе утро, Евелин, спасибо большое за такое объемное и хорошее вступление. Меня зовут Татьяна Пономарева, и я рада сегодня начинать это утро с такой прогрессивной, проактивной аудитории, где, если не в девелопменте, самое острое чувство трендов. Ведь то, чем люди будут пользоваться завтра, вы создаете еще вчера. Мы в этой степени тоже немножко творцы, и наш мир — это продукты для микротранспорта, для велосипедов и самокатов. Также, как и девелоперы, мы вносим вклад в ежедневный комфорт людей. В течение двух последних лет мы очень внимательно изучали опыт и следим за всеми тенденциями происходящего в Европе в масштабах велосипедизации, и смотрим, как адаптировать этот опыт в российскую действительность, так как действительно запрос есть, он растет, и формируется рынок. И сегодня мы хотим поделиться с вами этими наблюдениями. Я представляю компанию «Городская среда», и мы создаем умное решение для парковки велосипедов и самокатов, а также сопутствующую инфраструктуру, такую как велогаражи, навесы, велоурны, велощетчики, станция велоремонта. Наш пользователь конечный — это современный активный житель города, который ценит свое время и комфорт, и уже является владельцем велосипеда или самоката. И вот создание конструкции для парковки организованного хранения микротранспорта и активное продвижение на российский рынок — это вот наше дело и наша страсть. На сегодняшний день мы создали уже более 20 продуктов, включая сложные и уникальные для России, такие как двухуровневые велопарковки запатентованной технологии и зарядные станции электротранспорта, не имеющих аналогов на российском рынке. Итак, если смотреть на тенденции последних нескольких лет, мы наблюдаем, как меняется и развивается велоинфраструктура городов. То есть от этого уже никуда не скрыться. В подтверждение того, мы видим растущее количество различных велогрупп, велоорганизаций, активисты которых ведут диалоги с администрациями городов, а также популяризируют велотранспорт среди населения. Нельзя не отметить, что существенный скачок произошел во время пандемии, когда на общественном транспорте как бы небезопасно, автомобиль дорого, и тут вот он, велосипед, очень удобное и, как казалось, мобильное транспортное средство. Я уверена, что многие люди пересмотрели свой взгляд на микротранспорт именно в пандемию. Но что касается изменений, они, безусловно, сопровождают нашу ежедневность. Без этого сейчас никуда. С одной стороны, это очень интересно жить в таком мире, но мы вынуждены, сказать, отвечать на вызовы, которые эти изменения с собой несут и для девелоперов, архитекторов, и для коммерческих организаций. И сегодня я хочу поговорить о том, как меняется использование микротранспорта и как к этому адаптируется инфраструктура городов. Я предлагаю вам чуть внимательнее сегодня подумать, посмотреть на микротранспорт и вместе с нами оценить вот этот самокатно-велосипедный потенциал и его реализацию в современных офисных и жилых пространствах. Как компания-производитель нам, конечно, очень хочется создавать актуальные для рынка решения, которые способствовали бы увеличению ценности ваших объектов и привлечению большего количества пользователей. В конце выступления мы подготовили бонус для всех участников, кто сегодня с нами, и для особо активных и готовых действующих уже сейчас у нас есть очень интересное предложение, так что не переключайтесь. Итак, если говорить о тенденциях, мы наблюдаем изменения потребительского поведения и базовых ценностей людей. Повышается ценность свободы, а время становится самым драгоценным ресурсом. Уже очень многие поняли, что оно невосполнимо и движется только вперед. Здоровый образ жизни, как сказала Евелина, уже также становится трендом и выходит за пределы спортзалов. При этом это уже не только про здоровье физического тела. Концепция «15-минутный город» набирает все больше адептов по миру. Эту концепцию предложил профессор из Сарбоне Карлос Морена. И она заключается в том, что человек имеет доступ ко всему необходимому для жизни, работы, досуга и своего процветания в непосредственной близости, а именно в 15-минутной шаговой или велосипедной доступности вокруг себя. И, кстати, эту концепцию взяла на вооружение в своей предвыборной кампании мэр Парижа, и они уже активно это внедряют. И недавно я слышала выступление мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в рамках экономического форума, где он упоминал о известной всем программе, я думаю, благоустройстве, которая называется «Мой район», и в контексте того, что это такая альтернатива в нашей российской интерпретации вот этой концепции «15-минутного города». Мы наблюдаем изменения поведения автовладельцев. Их становится меньше. И вот, кстати, я один из тех представителей из бывших автовладельцев. Те, кто имеют свой автомобиль, стали совершать ежедневных поездок на автомобиль реже, потому что очень часто, особенно в больших городах, автомобили сейчас являются неким даже ограничивающим фактором. А мы, как вы помните, про свободу и эффективность. И при опросе, когда спрашивали даже тех людей, которые ежедневно совершают поездки, они, кстати, готовы отказаться и пользоваться автомобилями еще реже, но им для этого не хватает в какой-то степени улучшения работы общественного транспорта. И многие из них говорят об отсутствии инфраструктуры для микротранспорта. Раз мы с вами сегодня говорим про микротранспорт, я бы хотела еще раз сказать про пользователей велосипедов. Ну, наверное, я даже бы их называла сегодня больше владельцами, потому что, чтобы стать пользователями, еще все впереди, но структура неумолимо развивается, и у владельцев велосипеда большой потенциал стать пользователями. Итак, 46% имеют свой велосипед, и если мы, например, эти цифры переместим на Москву, то это 6 миллионов человек. Ежегодные продажи велосипедов составляют порядка 3 миллионов единиц в год. И, кстати, в этом году был дефицит. Хороших велосипедов на всех не хватило. И еще интересный факт, что в нашей стране 87% людей умеют кататься на велосипедах. То есть для россиян это такое привычное средство. Только просто сейчас или до сегодняшнего момента больше люди пользовались ими в рекреационных прогулочных целях. Так вот, если опять же мы возьмем эти 87% и переложим на Москву, то это 10 миллионов велосипедов. То есть только для Москвы теоретически еще 4 миллиона велосипедов и велопользователей может добавиться в ближайшее время. И, как говорит статистика, что каждый третий еще и купит второй. Новые транспортные маршруты также повлияли на способность людей и более легкое принятие всего нового. Они готовы лучше переключаться, пользоваться различными средствами транспортными. И в этом году прям явно было замечено, что очень много людей пересаживаются на средства индивидуальной мобильности. Так мы тоже называем велосипеды, самокаты, микротранспорт. И 80% пользователей велошеринга и кикшеринга, это прокаты самокатов, пользовались этим транспортом именно по транспортной схеме. То есть они не прогуливались, а использовали как альтернативный транспорт. Внедрение микротранспорта в повседневную жизнь горожан также поддерживается различными общественными и городскими инициативами. С 2013 года проводятся велопарады. Сейчас даже существует единый день велопарадов в России. В 2019 году в Москве приняло участие более 40 тысяч человек. Я уверена, что эта цифра была бы больше, просто, к сожалению, из-за ограничений по массовым мероприятиям с тех пор, пока парады не проводились. Есть еще акция на работу на велосипеде, которая проводится несколько раз в год. И только в Москве в этой инициативе принимают участие более 15 тысяч человек. В сентябре текущего года состоялось открытие пилотного участка велодороги «Вело-1». Я бы даже сказала, что это такое событие, если вы не знаете, это действительно знаковая история в развитии микротранспорта, веломаршрут, который свяжет Москву и Санкт-Петербург протяженностью более тысячи километров. То есть это не просто велодорога, это новый взгляд на инфраструктуру для микротранспорта, новая история вокруг путешествий, досуга. Я могу сказать, что в первый месяц эксплуатации пилотного участка, который находится не в Москве, он начинается от Вьяхрами, пока составляет только 20 километров, за первый месяц на маршрут приехало и прокатилось более двух тысяч человек. На шеринговых историях в этом сезоне было зафиксировано только в Москве более семи миллионов поездок. Также с августа этого года стартовало строительство, так сказать, проект, который называется «Зеленое кольцо». Он уже несколько лет лежал на полках как бы у правительства Москвы. И вот был анонсирован его старт. Это 75-километровый кольцевой маршрут, который будет проходить между третьим транспортным кольцом и МКАДом и свяжет находящиеся в его зоне все транспортно-пересадочные узлы и парки. Но надо отметить, что не только Москва и Санкт-Петербург там наращивают, не только там большие города наблюдаются, замечены, так сказать, за развитием веломаршрутов. И, например, кстати, первым городом, который купил у нас двухуровневую велопарковку, был, внимание, Южно-Сахалинск. Ну, казалось бы, небольшой город, очень на севере. И они сделали городской велогараж и установили то двухуровневую парковку. Еще один город, который, ну, можно приводить в пример, это Альметьевска, который уже пять лет развивает сеть велодорожек. Структуру этих веломаршрутов они заказали у датской компании, то есть тоже ориентировались на Европу. За пять лет они построили порядка 200 километров. Официально в градостроительной политике Калининграда есть сеть велодорог. Ну, и, в общем-то, во многих городах мы просто поставляем конструкции по всей России. И я могу сказать, из последних наших отгрузок, это было Нефтекамская, Пенза, Нефтеюганская, то есть Пермя, Казань, Екатеринбург. То есть я хочу сказать о том, что вектор создания более комфортных условий для передвижения на микротранспорте точно задан. А значит, велосипеды и самокаты становятся полноценными участниками транспортной сети городов. Изменения базовых ценностей и пользовательского поведения, они уже настолько глобальны, что их нельзя игнорировать при создании жилых комплексов и объектов коммерческой недвижимости. Уже сейчас даже такое понятие, как архитекторы проектируют среду, программируют среду, даже не проектируют, а уже программируют. И мы наблюдаем, что в концепции комплексного освоения территории там лежит человекоцентричность. Это так же, как в концепции 15-минутного города, то есть уже не город для человека, не человек для города, а город для человека. То есть человек в центре всего. В России также набирает обороты стандарты строительства, как FitWell и FitWell, где в центре стоит физическое и психологическое здоровье человека. И здесь я не могу не сказать о велосипеде снова, потому что это тот транспорт, который отлично зарекомендовал своим влиянием как на эмоциональное состояние людей, так и, естественно, на физическую форму. И сегодня никто не хочет покупать просто метры. Разные инфраструктуры, транспортная доступность там стоят во главе. И, например, по данным в ЦИОМ, когда людей спрашивают о том, довольны ли они благоустройством или инфраструктурой тех объектов, где они живут, более 40% отметили отсутствие беговых и велодорожек. То есть запрос от людей точно есть. А транспорт – это уже не только автобус, метро и автомобиль, а уже, можем говорить, самокат и велосипед. Потому что самокат и велосипед – это отвечает всем современным тенденциям касательно мобильности, здорового образа жизни и также отлично вписывается в концепцию 15-минутный город. Города также внедряют объекты велоинфраструктуры. Хочу там немного рассказать о Москве. Сейчас стартовала программа установки велопаркингов возле транспортно-пересадочных узлов. Реализованы два пилотных проекта. Это, безусловно, подтолкнет людей к дальнейшему использованию микротранспорта как транспорта в последней миле. Сейчас реализовано два велопаркинга. Там общей сложности более чем 100 мест. Это безоплатные велопарковки, которые установлены возле станции метро. Это все предпосылки к наращиванию количества владельцев велосипедов, а значит, такой транспорт потребуется где-то парковать и хранить. Что мы имеем? На балконе хранить неудобно, это как-то уже совсем какой-то маветон. Более того, новые объекты жилой недвижимости часто строятся без балконов. Также существуют стандарты, нормы использования местами, мопами. Уже нельзя разместить свое личное имущество на каких-то лестничных клетках или возле квартиры. И напомню, что велосипеды, самокаты есть уже велосипеды. Более чем у 40% населения. Практически все умеют кататься. В общем-то, можно сделать вывод и предположение о том, что при создании условий для организованного хранения количество велосипедов домовладениях точно будет увеличиваться. Как сказала Эвелина, я думаю, что вы тоже уже чувствуете влияние этих трендов и такие запросы к вам приходят и наверняка многие из вас уже ищут наиболее оптимальные решения. Ведь надо предсказать, как пользователи будут себя вести в будущем. В общем-то, мы считаем, что это очень интересная задача, которую мы хотели бы предложить вам решать как-то совместно. Что мы по этому поводу думаем? Такое решение, рынок только формируется, и решение должно быть максимально универсальным, легко масштабируемым, надежным и безопасным как и для пользователей, так и с точки зрения внедрения. И по нашему мнению, всем этим характеристикам и требуем соответствовать наш флагманский продукт, это двухуровневая велопарковка. Это модульная конструкция, которая позволяет эффективно использовать пространство, то есть на 10 квадратных метрах, это примерно площадь машины места, можно запарковать 24 велосипеда, если сравнивать с обычной стойкой, то на этой же площади припаркуется 10-12 велосипедов, то есть два раза в более эффективной истории. Такая велопарковка предполагает аккуратный внешний вид с припаркованными велосипедами для пользователя, плюс в том, что его велосипед находится в своей зоне, он ни на кого не упадет, не повредит, и в общем-то пользователь спокоен. Для менеджмента объектов недвижимости места парковки велосипеда выглядит аккуратно, так сказать, все по полочкам. А так как конструкция модульная, это позволяет менять конфигурацию, наращивать количество модулей, соответственно, стартовать можно с малых объемов, скажем так. Тоже очень интересный, немаловажный факт, что такая двухуровневая велопарковка не нуждается в каком-то особом, особой подготовке, фундамент, ее не нужно как-то бетонировать, она устанавливается на любую ровную поверхность, соответственно, ее возможно при необходимости перемещать и искать наиболее оптимальное место. Естественно, создавая этот продукт, мы использовали не из нашего материала, конструкция сделана из оцинкованной стали анодированного алюминия, все соединения антивандальные, в общем-то, она все погодна, с ней ничего не произойдет, это единоразовые инвестиции, которыми можно пользоваться. И еще, она трансформируется в своем функционале, то есть функционал этой велопарковки можно наращивать. Например, дооборудовать ее навесом, если в этом временном установили ее на подземной парковке, и потом эта машина место продали, и появилась необходимость установить на улице возле объекта, то можно это спокойно сделать и дооборудовать навесом, так как психологически для человека всегда более удобно, что сверху ничего не капает. если вы заметили, что ваши резиденты прикупили себе электрические велосипеды, то это тоже решаемо, велопарковку можно дооборудовать станциями электрозарядки. Ну и в общем-то хотела затронуть еще тему будущего, мне кажется, это обязательно произойдет, можно уже поразмышлять о монетизации велопарковок. Ну возможно сейчас в моменте это кажется типа как, почему люди будут за это платить, но вот здесь я вам хотела показать, как это решено в Европе, ну и в принципе напомнить, что еще лет 15 назад мы не помышляли о том, что платить за парковку в городе, мы ездили на автомобилях, парковали их на Тверской, ничего за это не платили, там о самокатах вообще никто не слышал, сейчас мы ездим на электробусах, на Тверской ноль парковок, вот, то есть подземный паркинг это тоже стало нормой, и в принципе мы уже там морально, да, мы как бы знаем, что такое каршеринг, кикшеринг, и морально готов к беспилотному такси, которое, кстати, обещают запустить уже в ноябре этого года, поэтому я уверена, что не за горами тот, то время, когда за парковки можно будет монетизировать, вот таких три выдающихся кейса в европейских, в мировых, я даже сказала, да, очень впечатляющая парковка в голландском городе Утрехт в Нидерландах, я там была, действительно, 12,5 тысяч велосипедов, ну, примерно, там, стоимость хранения в месяц порядка трех тысяч рублей, и вот еще показала вам две автоматические парковки, это в Сингапуре и в Японии, тоже там стоимость хранения в месяц порядка трех тысяч, парковать на такой автоматической парковке велосипед можно за восемь секунд, кстати, на наши двухуровневые парковки 20 секунд занимает, вот, мы проверяли, так вот решаются вопросы хранения транспорта в европейских городах, на придомовых территориях, и, наверное, там возникает вопрос, как же, как же планировать, сколько должно быть мест, с чего начинать, на сегодняшний день в России нет каких-то норм, касательно велопарковок, вот, мы рекомендуем опираться на западный опыт, но применять стратегию дефицита на старте, это позволит вам безопасно пробовать, тестировать гипотезы, внедрять решения, и при этом создаст больше ценности для потребителя. как мы хотим в этом участвовать и делаем это уже сейчас. Мы получаем от девелоперов информацию об объекте, сроки сдачи, сколько квартир, рассматриваем, что этот объект окружает, смотрим с точки зрения развития этой территории и предлагаем, наносим на мастер-план, предлагаем некую инфраструктуру. Сейчас могу сказать, что мы делаем это где-то 10-15 процентов от норм, такой старт мы предлагаем реализовывать. Либо если у вас уже объект реализован, и вы уже знаете запрос, такое тоже бывает, люди, вы уже видите, сколько велосипедов колясочных и ни одной коляски, тогда мы можем также выехать на объект, посмотреть на окружение, как максимально эффективно вписать какую-то инфраструктуру, с чего начать и в общем-то тоже сделать свое предложение. Мы компания полного цикла, в общем-то не ограничимся одними парковками, очень любим реализовывать решения именно под запрос, поэтому в этом плане с нами очень легко и эффективно взаимодействовать. Итак, подводя итоги моего выступления, я хочу сказать о том, что инфраструктура для микротранспорта просится в наши дворы и придворовые территории. Мы наблюдаем изменения потребительского поведения, можно уже сказать о том, что микротранспорт полноценный участник транспортных сценариев, инфраструктура меняется, и мы создали оптимальное решение по эффективному хранению велосипедов, которые, мы считаем, могут повысить ценность и привлекательность объектов. И важно, мы готовы и открыты к диалогу, хотим проводить круглые столы, общаться, отвечать на вопросы, взаимодействовать для того, чтобы создавать максимально эффективные решения. и, как я обещала, вот, обещанный бонус, я благодарю всех за внимание, что были сегодня со мной, и приглашаю вас на выставку, которая состоится на следующей неделе в экспоцентре, там можно будет вживую посмотреть на наши решения, пообщаться и попробовать, как эта двухуровневая парковка работает. И особый бонус для тех, кто самый решительный и вот прям готов к действию уже сейчас, да, и мы готовы поставить тестовый образец около вашего объекта на полгода, вот, для тех, кто по QR-коду, либо вы нам оставляете заявку на двухуровневую парковку, либо в WhatsApp пишите хочу тест, мы с вами свяжемся и для самых быстрых эту программу реализуем, потом я думаю, что через платформу расскажем, как у нас это получилось. Давайте ограничим время, например, сегодня до конца дня. Да, до конца дня, да, да, да. Я вообще хотела сказать в течение двух часов, ну давайте, хорошо, до конца дня. Я просто тебя благодарю, желаю прекрасного дня и смелых решений. Слово, Илья и Кирилл. Да, Татьяна, спасибо вам большое, я хочу просто в продолжение как бы вашей темы показать вот такую картинку замечательную. У нас не так давно была дискуссия, да, у одного из моих друзей на Фейсбуке, она, собственно, наверняка слушает нынешний вебинар, поскольку занимается разработкой продукта как раз у жилого девеломента, у компании Самолет. Оль, тебе привет. и она профессионально занимается вот и самая горячая была дискуссия вокруг того, что вы рассказывали про уличные варианты хранения, про варианты, которые предполагают какое-то массовое массированное хранение, а когда речь идет о, условно, например, таких итальянских велосипедах Пинорелла, то даже быстрый поиск в интернете говорит о том, что стоимость может достигать полутора миллионов рублей. Дорогая. И эти люди категорически отказываются хранить их где-то вне квартиры. И вот дальше была огромная дискуссия с вовлечением архитекторов о том, а где же в принципе в квартире можно хранить велосипеды. Очень разные были предположения, ни до чего не договорились, но это тоже мне кажется такой повод к дальнейшему обсуждению каким-то еще возможностям. Татьяна, я правильно понимаю, что вы предполагаете рассматривать инфраструктуру велосипедную как доходную составляющую жилого комплекса, сразу внедряя в бизнес-план некое обоснование стоимости аренды одного веломеста. То есть наравне с автомобильными или это типа в формате эксперимента такая стоит? Да, у меня есть такие мысли, есть разные гипотезы, которые я бы хотела обсудить с коллегами из девелопмента, насколько я уже слышала от некоторых почему нет, почему нельзя. Также мы общаемся с теми, кто думает о том, как сделать, чтобы это было возможно. Вероятно, это не произойдет завтра, но безусловно, к этому есть все предпосылки. Я могу сказать, что лет 10 назад я не думала, что я буду парковку покупать или оплачивать. У нас не было этого в головах. Но скорость изменений она настолько стремительная, что в общем-то из-за вело места я думаю, что люди будут платить. Тем более нынешние поколения они вообще любят ценить свободу, любят пользоваться, а не владеть. Наверное, велосипед они купят даже быстрее, чем автомобиль. И таких уже много. Хорошо. Почему вижу, у вас гарантия 24 месяца? Почему? Вот именно этот срок. Ну, потому что обычно 12 месяцев, мы считаем, что 24 это уже показатель того, что мы очень уверены в своем продукте. Естественно, при желании все можно сломать, ну, я там, не знаю, но как бы как эта конструкция, мы этот продукт разрабатывали практически год. Он прошел у нас все тестирования, он стоит у нас на производстве, мы им пользуемся, у нас активно просто в Московской области находимся, и активно люди ездят на велосипедах круглый год. Вот, и мы там на ней висели, лежали, и что только не делали. В общем-то, мы уверены в продукте, поэтому обозначаем 24 месяца, гарантирую, в два раза выше, чем обычно. Ну, то есть, да, фактически это два полных сезона, как бы со всеми вытекающими последствиями, что называется. У нас есть вопросик на Ютубе. Татьяна, добрый день, у вас есть практическое решение по интеграции парковки в коммерческую недвижимость, может быть, уже есть кейс. Вот из того, что вы показывали, я тоже внимательно следила, там все про жилье и про инфраструктуру общегородскую. Коммерческие объекты, ну, наверное, из реализованных, там в этом году вот мы сделали продукт для самокатов, для пользовательских самокатов. Если у вас свой электросамокат, то, в принципе, конструкция, где бы вы могли его безопасно припарковать и оставить на зарядку, ну, таких нет. Вот мы такой продукт создали и на него тоже большой спрос как раз у коммерческой недвижимости, потому что, ну, торговые центры пока там решают вопрос там с велотемой, да, у них какие-то простые стоечки есть, пока нам, ну, если честно, не удалось там их переубедить, что надо там поставить двухуровневую парковку, мы туда продаем, ну, какие-то обычные, да, там велосипедные стойки, а вот самокатопарковка, это интересно, и, ну, в этом есть запрос именно у коммерческой недвижимости чаще всего сейчас. Еще вопрос по поводу презентации, мы же можем делиться со слушателями презентации вашими и Кирилла. Кирилл, Кирилл, наверное, сам ответит, моей можно. Окей. Да, Хорошо, ну, тогда у нас, собственно, повод перейти, да, дальше к следующему спикеру, еще раз, Кирилл Жанайдаров, руководитель управления по транспорту в фонде Сколково. Кирилл, вам микрофон. Пытаюсь вывести презентацию. Видно ее? Да. Отлично. Еще на полный экран были вообще отлично. Отлично. Я продолжу тезисы Татьяны в определенном формате. Надо признать, что кто был в Сколково, видел, что у нас не все идеально, и мы тоже это видим, и как раз все ошибки проектирования, которые были заложены 10 лет назад, работа бывших советских проектных институтов, которые при всем, скажем так, современном развитии наших объектов на территории Сколково у нас проектируют здания, начиная там от Захи Хадид, заканчивая Герцог Домирон, Борисом Бернаскони, Сванки и многими другими очень известными архитекторами с мировым именем, вопросы городской среды имеют, наверное, такой самый важный момент с точки зрения потребителей, пользователей, потому что у нас большое количество чатиков, в рамках которых мы онлайн снимаем фидбэк с людей, спрашиваем, что им нравится, что им не нравится, и, скажем так, 90% вопросов касаются городской среды. То есть люди хотят, чтобы было комфортно не только в рамках этих красивых, замечательных объектов, которые построены, повторюсь, по проектам суперизвестных замечательных архитекторов, но именно городская среда. Их интересует, как будет развиваться город, какие будут общечные пространства, как можно использовать средства индивидуальной мобильности и прочие-прочие моменты. Поэтому я сейчас расскажу наш концепт развития транспорта, она очень связана с городостроительными решениями и показывает, в принципе, в какую область мы трансформируемся и что мы планируем сделать, и что у нас сделано сейчас, и те ошибки, которые мы изначально для себя увидели. Изначально миссия, которую мы для себя рассмотрели в рамках Сколково, во-первых, Сколково надо понимать, я сразу скажу, это 400 гектар земли, это порядка 80 тысяч жителей, это такой полноценный город-спутник, Москвы, это и рабочие места, порядка там 70 тысяч рабочих мест, и 28 тысяч человек, которые будут проживать в Сколково на постоянной основе. Сейчас у нас живет порядка 10 тысяч человек, у нас ледяную эксплуатацию, 5 жилых кварталов, мы активно строимся, вот сейчас коллеги из Бера активно строят гублик, такой большой квартал, в котором тоже будет жить порядка 4 тысяч человек. То есть такие большие крупные объекты, в том числе и с проживанием. Сама экосистема, она создавалась в формате закрытой, то есть мы предполагали, что люди здесь будут и работать, и учиться у нас функционирует, гимназия на территории Сколково, и буквально в ближайшее время будет строительство еще одной школы, которую будет строить частный инвестор с привлечением денег в формате ГЧП от города Москвы. Также у нас есть университет Сколтех, который уже достаточно давно функционирует, и есть еще различные заведения, типа Санскулы, где можно водить детей в садик. Также есть магазины, планировался большой центр такой полуразвлекательный, тоже был построен большим инвестором, но, к сожалению, там вопросы связаны с кризисом и с тем, что просто у людей стало меньше денег, в том числе у инвесторов, они немножко отсягивают реализацию таких объектов. Но в целом у нас такое идет планомерное развитие, активно развивается московский медицинский кластер, активно развиваются объекты прочих инвесторов, в том числе зарубежных инвесторов, то есть идет активное строительство. Поэтому основные три аспекта, на которые я обратил внимание, это три наших миссии. Первая миссия – это безопасность, это нулевая смертность на дорогах в рамках реализации положения программы Vision Zero. То есть у нас основной принцип, чтобы на дорогах у нас никто не страдал, никто не получал никаких травм, тем более серьезных. В принципе, мы ровно этим путем идем, используя различные методы ограничения. Это касается и радиусов породов дорог, и их кривых направлений скоростного режима. У нас на территории сколка максимальное ограничение скорости стоит 40 метров в час. И мы очень активно за этим следим. Второй момент – это здоровье, это снижение загрязнения окружающей среды и увеличение физической активности жителей. Мы как раз их провоцируем использовать. Зачастую эти методы бывают различные, бывают и хорошие, приятные, которые связаны с развитием городской среды, которые мотивируют людей больше ходить пешком, либо использовать велосипед, самокат, для того, чтобы добраться на работу, в школу, в университет. Есть и плохие методы, которые тоже используются. Это просто малое количество транспорта на территории, полностью ограничение парковки. У нас на территории сколка парковаться рядом с объектами в принципе запрещено. У нас и дороги чистая парковка возле объектов запрещена. Есть только парковки на перекладывающем контуре, то есть такие въездные группы в сколках, где можно припарковаться, оставить машину и дальше пешком, либо на шаттле внутреннем перемещаться между объектами. То есть мы мотивируем людей по-разному, скажем так, и кнутом, и пряником. Это еще и имеет, конечно, экономические аспекты. Само собой, мы не можем тратить безграничное количество денег на перевозку людей внутри территории, потому что такие шаттлы у нас бесплатные. Сейчас мы ведем переговоры с Москвой, чтобы у нас появились московские маршруты, которые будут стоить денег. То есть такие моменты, они разные существуют. И третий момент – это устойчивая мобильность. Все мы знаем, что сейчас цена целей устойчивого развития, которая заявлена в ООН, активно развивается. Российская Федерация активно в эту поездку погружена. И все наши нацпроекты, которые у нас реализуются в России, они все привязаны в той или иной степени к этим 17 целям ЦУ. То есть, грубо говоря, наш нацпроект направлен на их реализацию. И в прошлом году Россия впервые отчиталась в ООН по исполнению 17 целей устойчивого развития. Делала это Максим Решетников, министр экономического развития. И, в принципе, мы эти все цели преследуем. И, как мы видим, все эти рейтинги, ESG, например, которые очень активно влияют, в том числе и на бизнес, на взаимодействие с западными партнерами, для которых очень важным является такое сертифицирование, они тоже накладывают определенный отпечаток. Плюс мы понимаем, что, в принципе, самоустойчивое развитие это не только выход на какие-то западные рынки, это еще история связана с тем, что мы оставим после себя будущим поколением. Потому что температура у нас растет на полтора градуса. Это вроде бы кажется где-то далеко, не наше. Это история о какой-нибудь Грете Тунберг и прочих популистов. Но, на самом деле, это все очень печально. Все те аварии, которые происходят на газопроводах, на производствах у нас за Уралом, все известные истории с норникелем, это все как раз производные тех самых температур. Потому что те объекты строятся на определенной температуре в вечной мерзлоте. Как только по полтора градуса у нас набираются, начинаются поломки свай и прочих элементов на строительных, на которые не рассчитаны такие теплые температуры. И поэтому, я думаю, не хочу накаркать или пожелать чего-то такого плохого, но я думаю, эти аварии техногенные будут происходить одна за одной, как раз в том числе и за повышение температуры именно за климат. Все-таки, что за клиентские группы, которые мы для себя видим? Это три клиентские группы, это модель жителей, это те люди, которые непосредственно живут на территории Сколково и здесь же работают. Это те люди, которым личный транспорт в принципе не нужен, они все свои цели закрывают пешком либо используя средства индивидуальной мобильности. Я вот делаю маленькую ремарку по поводу средств индивидуальной мобильности. У нас в текущий момент на территории три сервиса проката, и они постоянно растут. То есть количество прокатов у нас колоссальное. люди очень активно используют и самокаты, и велосипеды, и я думаю, эти сервисы у нас будут постоянно расти. В принципе, мы их провоцируем расстояниями, хорошей городской средой. Ну, скажем так, мы стремимся к хорошей городской среде, у нас в принципе все автомобильные дороги дублируются велодорожками и тротуарами. То есть у нас все обособлено, люди у нас не катаются по автомобильным дорогам, по крайней зоне, у них есть своя собственная инфраструктура. Второй момент, вторая, скажем так, группа клиентской модели, это модели работника, это те люди, которые приезжают в Сколково из Дне, они здесь работают, но они здесь не живут. Вот для этих людей мы предполагаем, что основной транспорт это все-таки общественный транспорт. Это автобусы, это МЦД-1 станция Сколково, также мы в дальнейшем планируем развитие МЦД-1 на нашей площадке и появление еще двух новых станций, одну реконструировать, одну надо перенести. То есть мы предполагаем, что люди все-таки будут отказываться от личного автомобиля и приезжать. И в принципе, я дальше расскажу, почему мы как такой сценарий для себя рассматриваем. Соответственно, и третья модель клиентская, это модель гостя, пациенты ММК, те люди, которые приезжают не на ежедневной основе, а совершают какие-то краткосрочные визиты с конкретными целями провести встречу, посетить форум либо посетить врача. Для этих людей, конечно же, мы предполагаем, что основные виды транспорта это будет такси, для которых у нас создан бесшовный въезд, то есть на территорию Сколково просто так сейчас не въехать. Ставишь шлагбаум и на вашей личной машине туда просто не попасть. Туда-сюда. Сзади меня как раз карта Сколково. Вот, не попасть. Такси, все текущие крупные сервисы типа Яндекса, господи, сетемобила, гетто, они на территорию Сколково въезжают бесшовно. То есть они автоматически обращаются на нашу систему пропусков и роботам заказывают пропусков на конкретную машину, которая имеет геометку на три территории. То есть такой свободный проезд. Общественный транспорт тоже свободно перемещается. Личную машину необходимо будет оставить на перекладывающих паркингах, которые сейчас находятся на въездах в территорию Сколково. Собственно, эти самые клиентские модели, они определяют саму структуру города. Как я говорил, у нас есть четкие критерии, по которым я сейчас чуть-чуть более внимательно остановлюсь. Первое, это ограничение на въезд автотранспорта. У нас все въезды контролируемы, мы все-таки смотрим, кто к нам едет. И здесь есть два момента. Первый из них, мы понимаем, кто на территорию Сколково въезжает. И самое главное, что те, кто въезжает, они тоже понимают, что мы понимаем. Это позволяет нам контролировать их скоростной режим и хаотичную парковку, потому что люди переживают, что с ними может произойти. А с ними может произойти много различных вещей, начиная от запрета на въезд на территорию Сколково за какие-то либо нарушения, заканчивая эвакуацией транспортного средства, неверно припаркованного, либо получение штрафа от СОДД за парковку, либо нарушение каких-то других требований. Поэтому эти въезды позволяют нам исключить транзит из нашей территории, потому что жителям Одинцова абсолютно точно было бы удобно заезжать через Сколковское, выезжать в сторону развязки на Трюгорку и объезжать все пробки. Абсолютно точно. То есть у нас нет никакого транзита, у нас достаточно спокойное движение. Плюс мы понимаем всех, кто у нашей территории присутствует. Второй момент. Мы изначально, в 2010 году, когда делали концепцию вместе с коллегами Заре, французами, мы предполагали, что у нас город будет чистый с точки зрения видов транспорта. У нас предполагалось использование исключительно электрического транспорта. Но сейчас у нас идет такой активный период строительства, развития. У нас очень большое количество объектов строится сейчас на территории, а те участки, где нет строительства, они выглядят как поле. Там абсолютно точно уже есть инвестор, там уже есть эскиз проект, а кое-где и документация. И буквально в течение года-двух там точно будет вестись активная стройка. То есть у нас все участки заняты. Есть застройщики, есть инвесторы. И мы предполагали, что в конечном этапе в полосу на электропранспорт. Но текущий уровень электрификации транспорта достаточно низкий в России. У нас, конечно, сотнями процентов измеряется рост таких машин в России. Но сотни процентов к чему? То есть там буквально 2000 машин. И рост достаточно ограниченный. Еще в этом году будут возвращены пошлины, которые сейчас отсутствуют. И поэтому стоимость электромобилей добавит 15% с нового года. То есть мы в любом случае смотрим эту область. У нас на территории перемещаются электробусы. Мы дальше планируем тоже использовать только электробусы. У нас есть и малый класс, и большой класс. Мы всячески стимулируем людей переходить на электротранспорт. У нас достаточно большая зарядная инфраструктура. В текущий момент на территории, по-моему, порядка 60 зарядных станций стоит. Часть из них есть на плакшере, часть отсутствует еще. Но мы в этой области достаточно активно идем. Дальше момент. Приоритеты пешехода-велосипедиста. О чем я говорил, у нас все автомобильные дороги дублируются тротуарами и велодорожками. Обособлены тротуары и велодорожки. На бульваре только если у нас есть пару мест, где у нас есть велопешеходная связь, где совмещенка идет. А так, в целом, все это обособленная инфраструктура, которая при надлежащей эксплуатации в зимнее время либо в межсезонье должна мотивировать людей как раз использовать больше ноги и средства индивидуальной мобильности. Дальше. Доступность общественного транспорта. У нас достаточно большое количество установок общественного транспорта. Они находятся в максимально по 400 метрах от объекта. То есть достаточно удобно, комфортно, принимая внимание ту инфраструктуру, о которой я рассказал выше. Очень удобно ими пользоваться. У нас на порядке 36 основных окна на нашу территорию. Это очень много. Парковочные места у нас, я говорил, на территории есть только для жителей коттеджей и таунхаусов, которые специализированы в местах. То есть на ОДС парковаться нельзя. В основных объектах парковаться в дальнейшем мы будем выбирать. Пока в период строительства мы позволяем будем парковаться в ряде жилых кварталов. Но когда активная фаза стройки, когда строители перестанут разрушать инфраструктуру, постоянно врезать теплосетие, что-либо еще, мы, я думаю, этот вопрос тоже решим. По поводу перехвата очень паркингов. Это наша внешняя мембрана, ее емкость порядка 12 тысяч машин и мест. Ну, грубо говоря, общим расчетом у нас на 7 человек одно парковочное место в будущем. То есть это достаточно, достаточно ограниченный объем парковочных мест. Поэтому вот это, собственно, тот самый момент, кнута, который должен мотивировать людей использовать общественный транспорт. Но здесь не только, потому что мы такие плохие, мы искусственно загоняем всех в рамки. Здесь вопрос еще с сопутствующей инфраструктуры. Сколковское шоссе, автомобильная дорога М1 Беларусь, подъездные дороги со стороны МКАДа. Эти все дороги достаточно узкие. В ближайшее время их реконструировать абсолютно точно не получится. И мы тем самым, скажем так, ограничивая емкость парковочных мест, в том числе, стараемся поддерживать эти дороги в формате возможности переваривать какой-то либо транспорт. Потому что если безгранично направлять туда нагрузку, в том числе нашу нагрузку на эти дороги, достаточно узкие сейчас, как Сколковское шоссе, эти дороги просто встанут, а одна малейшая авария приведет к образованию многокилометровых пробок. Просто сами посидеть дороги по пропускной способности не могут их переварить. Была подъездная, у нас был такой большой проект подъездная дорога через Мещерский парк, но она погибла, честно говоря, с точки зрения транспортной составляющей, наверное, она была нужна, но с точки зрения развития территории всего Большого Сколково включает в себя нас, Мещерский парк, школу управления Сколково, Гольф-поля и застройку Милхауса. Эта дорога, конечно, не слабо вред экосистеме нашей, потому что она бы разрезала Мещерский парк пополам хайвэем. Поэтому я надеюсь, что все-таки этой дороги не будет, но мы найдем другие пути решения под возле людей. Как я говорил, Сколково – это достаточно зеленый город, у нас 86 гектаров. Это наша площадь озеленения, ландшафтно-парковая зона, или это 47% территории. Это очень-очень много. Мы планируем, что люди все-таки будут жить в такой городе-деревне. Изначально стартовая концепция – «Арэп», такое «городская деревня» назывался он. То есть, когда большие объекты, крупные, современные, они имеют большую вязку в виде рекреационного зона. По поводу городской среды безопасности я тоже акцентировал на это внимание, что мы, скажем так, исповедуем, в принципе, Vision Zero. У нас низкий скоростной порог, конфигурация UDS, она не позволяет играть в гонщиков, и мы за этим очень достаточно строго следим. И по поводу НЦД-1, на текущий момент это самая основная наша транспортная артерия. НЦД-1 Сколково перевозит почти 50% всех людей в Сколково, а то и больше сейчас уже. И у нас есть планы по модернизации станции Немчиновка и по строительству новой станции, которая будет называться «Технопарк», и будет обслуживать южный сектор Сколково, где располагаются объекты Московского медицинского кластера, международного медицинского кластера, сейчас он называется, и из Бера, где строится как раз технопарк по проекту «Захихадид» общей емкостью 14 300 человек. То есть такой достаточно крупный объект. Что все-таки по поводу доступа пешеход-велосипедистов у нас и в текущей модели, и в целевой будут иметь свободный, но контролируемый доступ на территорию. То есть мы все-таки хотим понимать, кто эти люди, потому что у нас, не знаю, скажу Крамову, но большое количество застройки рядом сложившейся исторически, например, со стороны Ново-Ивановского, где люди живут несколько неразделяющие наши жизненные цели, и поэтому у нас в парках появляется хаос, мусор, семечки, и много-много чего такого, что люди из нашей экосистемы себе не позволяют. Поэтому мы должны еще бороться с нашими соседями. Я не говорю, что они там тотально все плохие, конечно же нет, но, к сожалению, с той стороны приходят люди, которые повреждают нашу инфраструктуру, купаются в нашем пруду, выламывают дощечки с мостиков, чтобы было проще забираться и нырять с них. Но поэтому мы с этим тоже боремся, очень активно, и мы хотим все-таки понимать, кто к нам приходит. То есть мы не возражаем против гостей, мы любим гостей, культурных гостей любим дважды, но мы хотим понимать. Поэтому, скорее всего, наши входы, которые будут касаться пешеходов и велосипедистов, мы оснастим системы на распознавание лиц и будем запоминать всех наших гостей, чтобы потом найти всех их, потом в случае каких-то либо проблем. В текущий момент, как говорил, автомобили у нас, для автомобиля территория закрыта, только свои, которые вносят специальную систему. в текущем сценарии кто-то может проезжать свободно, вот эти машины, зеленая рамочка, машины, которые сейчас могут перемещаться свободно через наши границы, это такси, общественный транспорт, городские службы, спецслужбы, все остальное имеет пропуска, либо временные, либо постоянные. И мы в дальнейшем планируем, так ужесточить эти требования, чтобы исключить транзит, потому что все равно люди, имеющие доступ к нашей системе заказа пропусков, зачастую своим друзьям что-нибудь дозакажут. Потом мы выясняем, что просто большое количество машин пересекает территорию сколку транзитно. По поводу сценариев, я, наверное, глобально не буду грузить все это истории, я просто акцентирую на том, что все-таки мы предполагаем минимизирование использования личного транспорта, это касается доставки грузов в жилых кварталов и специальные места для остановки, где люди могут, скажем так, донести до своей квартиры пакеты с покупками, либо дождаться доставку, которая может привезти и донести, не знаю, какой-нибудь шкаф, например. И эти места временные, то есть машина припарковалась, вы донесли, и машину нужно переставлять на парковку либо самостоятельно, либо в формате валет-сервис, который мы в дальнейшем также планируем реализовать. Модель работника, модель гостя они в принципе сопоставимы, мы опять-таки мотивируем людей максимально оказаться отличного транспорта и использовать другие способы добраться до сколки. Желательно, конечно, МЦД-1, который рельсовый транспорт идет без пробок и который достаточно комфортно попадает в центральную зону сколку. Поэтому я здесь тоже не буду глобально оцентировать. Почему нам все-таки важно придерживаться нашей миссии, мы оценили для себя все плюсы и минусы и понимаем, что если мы дадим слабину, хотя наши мнения, наши решения зачастую непопулярны, то есть люди, конечно же, хотят и грезят попадать на работу в сколку, въезжая в машину, на машине прямо в офис, прямо к рабочему месту, за стол, видимо, прямо на машине. И таких людей немало количество. Я могу сказать, что у нас, конечно, трансформируется менталитет. Очень много людей, которые проживают в сколку сейчас и неактивно поддерживают тот формат, который предлагался изначально на старте самой концепции развития города, который связан именно с преимуществом пешехода, но при этом людей, которые нас критикуют достаточно активно. Здесь есть вещи, которые объективны. Мы понимаем, что городская среда, с которой я начал, она требует модернизации, потому что работа проектных институтов в начале 2010 года, она, честно говоря, уже не отвечает никаким современным стандартам. Мы, я думаю, в ближайшее время месяц правительства Москвы этот вопрос решили. Приведем город как современный вид, максимально его озеленим, еще помимо того, что мы для себя строим парки сейчас, и будем в этой части развиваться. И все-таки вернусь обратно к влиянию автомобилей. Это загрязнение воздуха, общеизвестная история, почему все популяризируют электротранспорт, водородный транспорт, потому что текущая машина с ДВС – это основной загрязнитель воздуха не только от двигателя, но и от многих других элементов машины. Вынос грязи на тротуары, велодорожку в зимние месяцы и межсезонье – тоже очень важный аспект. Именно машины зачастую делают недееспособное использование пешеходных тротуаров и велодорожек, потому что выносится большое количество грязи туда. Все-таки наши дороги, к сожалению, пока в текущее время обрабатываются тоже реагентами, что, конечно же, нам не особо нравится. Мы проводим различные эксперименты с различными другими веществами, которые позволяют бороться с гололедом, но не превращают в город такую большую помойку. Но в текущий момент все-таки такие вещи у нас тоже есть, и поэтому машины загрязняют в том числе примыкающие территории парковой зоны и велодорожки тротуара. Угроза безопасности – да, ДТП. Конечно же, мы хотим, чтобы меньше людей погибало в авариях. У нас на территории Сколково все-таки были случаи со смертельным исходом. Это касалось больше строительной техники. Этот случай легко гуглиться. Но тогда все очень-очень легко, в том числе потому, что очень низкий порог скорости. Хотя гонщики тоже есть. Дальше шум – это на что жалуются люди, поэтому переход на электротранспорт – это основная наша задача. Перегруживаться в велодорожной сети – тоже никому не нужно, активно с этим боремся. Если с этим не бороться, то уже в 2023 году у нас будут 9-балльные пробки в Сколково. Мы все это уже оценили, посмотрели. А в 2025 году в нашу ОДС протяженностью просто не хватит, чтобы припарковать все машины желающие. Поэтому в этой части мы видим для себя, что абсолютно точно нужно четко придерживаться тех принципов, которые у нас были значительно заложены. Собственно, как мы реализуем наш подход? То, о чем говорила Татьяна. Есть такая всемирно принятая система приоритетов транспортных – это пешеход, велосипедист, общественный транспорт, личный транспорт. И вот в этой пирамиде, начиная с пешехода, пешеход – это ключевая фигура в экосистеме города. В принципе, весь город существует для удобства человека. Поэтому мы создаем такие замечательные условия для людей. Это пешеходные зоны, это различные мотивации, в том числе кнутом, который я говорил, который не нравится людям, хотя многим уже нравится. У нас уже люди активно в чатиках фотографируют чужие машины, которые стоят неправильно. Это абсолютная норма у нас. И люди хотят, чтобы тротуары были свободны, чтобы можно было спокойно перемещаться с детьми, чтобы машины не летали, чтобы было безопасно, комфортно. И у нас люди очень сильно любят тишину. Поэтому мы тоже планируем в ближайшее время перейти на электрическую уборочную технику. И четвертый момент. У нас будет касаться всех тематик. Я не буду останавливаться на нем подробно. Я скажу, что мы спрашиваем мнение людей всегда. Все наши чатики в Телеграме, которые существуют, люди могут писать любую просьбу, и она точно не останется без ответа. Ее прокомментируют. Либо можно это сделать, либо нельзя. Почему нельзя? Если можно, то этот вопрос пойдет в работу и точно будет сделан. По поводу микротранспорта. Здесь тоже большое развитие инфраструктуры. У нас большое количество сервисов проката. В этом году они будут тоже расти. Мы опять-таки спрашиваем, что хорошо, что плохо. Возможно, у нас будет эксперимент с зимним использованием средств индивидуальной мобильности, ввиду того, что мы качественно убираем дороги. То есть эти моменты будут у нас меняться. И мы в ближайшее время планируем реализовать на территории Сколково такой велотуристический маршрут, когда вы приезжаете на железнодорожную станцию. С нее можно порядка 7,5 километров специального маршрута, маркированного, со схемами, с картами, с точками по зарядке самокатов электрических, велопарковками, велокафе. Можно будет территорию Сколково посмотреть, и там, соответственно, будут располагаться стенды из этих объектов с описанием архитектуры, интересных моментов. То есть такой реально полноценный велотуристический маршрут. Мы видим, что у нас большое количество гостей на велосипедах. В летние месяцы у нас на территории Сколково очень много людей приезжает на МЦД-1, люди приходят из Трюгорки, из Одинцова. Большое количество гостей на территории, которые перемещаются, смотрят объекты, фотографируются, отличаются это в Инстаграме и прочих соцсетях. Поэтому мы сделаем такой велотуристический маршрут. Общественный транспорт мы тоже активно развиваем, о чем я тоже говорил, о сервисе каршеринга, такси, бесшовные запуски, привод на электричество, большое количество внешних маршруток к семи автобусах. Эта история тоже будет расти. Личный транспорт мы, конечно, ущемляем максимально, как можем, различными способами, но тоже какие-то моменты определенно реализуются. Это и развитие парковочного пространства, и, соответственно, появляются какие-то субсервисы, которые помогают использовать эти валюты, паркинг и внутреннее такси. Здесь вот интересный момент, я тоже немножко задержусь. Это город-лаборатория. У нас на территории Сколково активно используются беспилотные такси. Сейчас Яндекс текстируется. Яндекс прошел как раз утверждение экспериментального правового режима. Я думаю, в этом году у нас будет запущен формат 22, когда в машине беспилотной не будет уже человека совсем. Она будет перемещаться по территории без человека. Робот-доставщики у нас работают достаточно давно, активно ими пользуемся. Привезут как и документы, так и пиццу на работу, все что угодно. И в ближайшее время у нас будет создан полигон по летающим дронам, которые должны тоже выполнять именно коммерческие функции. Не просто летать, фотографировать, веселить блогеров, а именно доставлять грузы какие-то определенные. То есть мы это тоже будем тестировать в большом полигонах. На KPI останавливаться не буду. Здесь очень четко видно, что мы идем к тому, чтобы максимально снизить использование личного транспорта. В 25-м году на 26% от общего использования всех видов транспорта должен занимать личный транспорт. И, соответственно, будут расти остальные виды транспорта, начиная от общественного, заканчивая нашими любимыми ногами. И, собственно, в таком формате мы тоже будем увеличивать сервисы, которые связаны с велопрокатом и удовлетворенностью транспортом людей внутри. Поэтому коротко вот так. Можно много говорить, я постарался уже так аккуратненько рассказать, что мы планируем сделать. Работы много. Спасибо огромное. Ну, я предвижу на самом деле такое сомнение отдельных девелоперов на тему того, насколько это все может быть применимо в их коммерческих проектах, которые не обладают такой государственной поддержкой, может быть, бюджетно более ограничены. Но мне кажется, что здесь история, конечно, про то, что действительно Сколка является таким полигоном для отработки наиболее интересных решений, которые можно потом забирать в коммерческие проекты. То есть мы уже видим эту историю с доставкой Яндекса с роверами. И если действительно беспилотные будут еще и по воздуху доставкой передвигаться, то это как бы сразу же открывает огромные возможности для поддержки тех комплексов, которые находятся в Московской области и которые вечно страдают от того, что у них время доставки значительно выше, чем в Москве. Помимо всего прочего, мне, конечно, было бы интересно, если бы через какое-то время вы бы смогли, ну это так, из серии может быть случиться, может быть нет, если бы появилась информация об объеме инвестиций в инфраструктурные объекты и, соответственно, каких-то выхлопах социальных, влияющих на спрос на, ну не знаю, помещения первых этажей, какие-то еще вещи, которые, опять же, могли бы у себя использовать коммерческие деваймперы, ну как по аналогии, что называется. То есть, поскольку полигоны, это как бы полигоны финансовые в том числе, поэтому вот эти данные всегда будут интересны. Да, Елена, я могу чуть-чуть прокомментировать буквально. На самом деле, все, что касается коммерческой недвижимости, скажем так, площадей ритейла, прочих вещей там, ресторанных, само собой не требует большого количества людей на территории, большой проходимости. Здесь, скорее, здесь вопрос даже не в наших принципах, а наши принципы, например, кустовных кафе, это даже лучше, потому что люди на велосипедах никогда мимо не проедут какой-то открытой террасы, они точно зайдут. Это даже проверенный факт, европейцы не проверены. Вопрос в том, что, в принципе, та недвижимость, которая у нас есть, например, жилая, она на территории Сколково сейчас в текущий момент сдана полностью. У нас нет ни одной свободного юнита, стоят огромные, колоссальные очереди, люди хотят жить на территории Сколково, переезжают из различных очень хороших районов Москвы, потому что у нас тихо, спокойно, закрытая экосистема, безопасно, парковая зона, достаточно близко находится Москва, то есть людей, очень много. Желающих купить квартиру огромное количество. У нас они не продаются, у нас только арендное жилье, потому что экосистема должна постоянно двигаться. Если вы закончили работу в своем стартапе, то вы покидаете территорию, заезжает другой человек, здесь трудится. То есть он должен заниматься развитием среды, заниматься определенными бизнес-процессами, которые есть в его стартапе. Поэтому, скажем так, жильем проблем нет, стоит огромная очередь, наши принципы всем нравятся. С коммерцией, конечно же, чем больше людей, тем больше проходимость, тем больше будет, конечно, объективно открываться. Скорее, здесь зависимость в этом состоит. Татьяна, если вы тоже нас слышите, то появитесь, пожалуйста. Спасибо. Вопрос к обоим спикерам, наверное, как предусмотреть вандализм и кражу личного транспорта. В общем, довольно актуальная для России тема. Расскажите. Ну, Кирилл, я даже могу предположить, что вы скажете, что вы фильтруете просто тех людей, которые заходят на территорию. Нет, в зале я не фильтрую. Они все мягкие и пушистые. Не фильтруем, к сожалению. Мы хотим просто понимать, кто. Мы запретить входить пешеходам не можем и не хотим этого делать. Мы, конечно, хотим понимать, что в случае проблемы мы найдем этого человека, конечно же. Но основные вопросы решаются велопарковками. Я говорю, у нас, в принципе, мы в этой части не такие показательные. Мы небольшой ЖК, где проживают разные люди. У нас здесь живет много человек, в принципе, немало, там сейчас, в текущий момент, 10-12 тысяч проживает. Но у нас можно не пристегивать велосипеды, их не украдут. То есть у нас в своих принципах у нас большое количество велопарковок стоит везде. То есть у нас, в принципе, просто ничего не исчезает. Здесь, наверное, надо послушать, интересно, Татьяну, как работают большие ЖК, такие вещи. Наверное, видеонаблюдение, какие-то замки определенные. Там, где ты сайди еще не интегрирован и к тебе не приходят вечером с вопросом. Скоро придут, скоро придут. Можно не сомневаться. Ну, я вообще в целом верю в то, что люди меняются и уже, ну, все равно среда меняется, окружение определяет, да, так сказать. Ну, естественно, у многих есть опасения, да, за свои личные вещи. Пока самым надежным способом это использование своего личного замка, то, что человек купил, ну, например, для велосипеда, то, что он купил, и там производителю доверяет, и может там несколько замков использовать, да, фиксировать велосипед не за колесо, а за раму желательно, да, чтобы там часть не унесли. Ну, и установка, да, система видеонаблюдения, например, городские паркинги, они оборудованы видеонаблюдением, и во многих ЖК тоже, ну, и в этом, я так понимаю, очень хорошо развивается система умного дома, и везде камеры везде за нами следят, как бы нам не хотелось, вот, ну, пока, наверное, это такой способ, но если обращаться к западному опыту, там все равно есть кражи велосипедов. О, да, я знаю, у меня есть знакомые, которые возят такие краденые в Россию. А, да. Слышала я. Таких вот ваших знакомых очень не любят. Я знаю. Поэтому, ну, пока, все-таки, я правда верю, с чего начала, что я свои вещи тоже не пристегиваю. У меня, кстати, вот я как бывший автовладелец, но до там продажи машины у меня год не работала дверь. Я полгода про это не знала. То есть я оставляла машине все, компьютер, там, сумки, деньги. Вот. Я полгода не знала, что не работает, она не закрывалась, да. Потом я знала, но мне никогда ничего не пропало, в общем-то. Вот. А, коллеги, слушайте, я хочу показать, на самом деле, Татьяна, я уверена, что об этом знает, да, может быть, вы все об этом знаете, но, коль уж это зашла речь, да. То есть вот тот самый Bike City, проект, ориентированный на любителей велосипедов, который построен в Вене в далеком 2008, на самом деле, году. То есть вполне бы могла уже эта тенденция прийти в Россию, если говорить о том шаге, да, который обычно, тренды, когда догоняют наши российские реалии. Вот. Проект достаточно, в общем, ничего особенного с вот прям в архитектуре такого. Тут вопрос просто фишек каких-то особенных. Ну, то есть, например, это 14,5 тысяч метров, на самом деле. Тут есть центр обслуживания велосипедов, где можно, собственно, в ремонт, в аренду взять велосипеды. Здесь увеличенный размер лифтов для того, чтобы те самые, которые любят в квартиру, значит, вот их заносили. Вот здесь порядка 300 с лишним, 330, по-моему, веломест. Вот. Есть, вот еще не знаю, как это работает, так называемые, четыре грузовых велосипеда. Вот что это такое, как это устроено. Я историю, как вайки немцы очень любят такое. Да, значит, вот есть такие в лобби на каждом этаже есть вот такие места для хранения, есть еще подвесные, места для хранения, здесь фотографий, по-моему, нету. И есть, а вот, кстати, видно справа, есть еще фитнес, сауна и правая баня, ну, собственно, предполагаю, что люди, которые занимаются велоспортом, им надо иногда отмокать и греть косточки. Вот. И есть, ну, естественно, детская игровая сезона, зал для вечеринок, прачечная, это то, что обычно входит в инфраструктуру обычных ЖК, то есть, ну, вот ничего такого мега особенного, но при этом у комплекса есть явно своя целевая аудитория, они посчитали количество сэкономленных средств на создание машин и мест, вполне там реальная цифра, которую они инвестировали в различные там проекты, стимулирующие велотранспорт и пользование велосипедным и микротранспортом, инфраструктурой в городе и вокруг жилого комплекса этого. Вот такая интересная история, почему бы не взять на вооружение, раз уж мы говорим о трендах и каких-то интересных проектах, мне кажется, хоть для одного подобного комплекса у нас найдется вполне целевая аудитория, которая могла бы почти полностью его освоить. тем более, сейчас очень сильна тема сообществ, два вот это как бы одиночества, о котором мы говорим, то сейчас очень хотят люди объединяться по интересам и, конечно, я наблюдала за, когда был открыт этот пилотный участок там Вело-1 и люди ездят и вот до сих пор и там в чатах все очень активно, они там все обсуждают, ну просто вот это велосообщество живет. Я хотел напомнить еще, на самом деле, через территорию Сколопова тоже будет проходить большой велопроект, он свяжет Мещерский парк и парк Раздоли на Рублевке, то есть от Мещерского парка через территорию Сколопова три парка, три парка, через Денцова, да, через Подушкинский этот парк и дальше будет идти в Раздоли, это порядка там в 70, да, в 70-70. Там 92, по-моему. 92, да, 92 километра велодорожки и реализует это большой девелопер, большой инвестор, то же самое, что реализует Велован, вот, коллеги очень активно в эту историю вкладываются и людям очень сильно нравится, желающие на велосипеде прокатиться, выходные дни, не только выходные, уже становится все больше и больше. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за то, что вы это утро встретились с нами, Татьяна, ловите, там я вижу на пост с QR-кодом есть реакция, я думаю, что порядка пяти запросов до конца дня вы будете иметь. Расскажите потом, кто был этот победитель, да, с фотографией установленного объекта, потому что там уже начали обсуждать внешний облик и насколько это с фасадами красивого объекта коррелирует, куда вообще это ставить. Вот. Всем хорошего дня, надеюсь, что было полезно, презентации вышли, всем, кто был зарегистрирован и почту, чью почту мы имеем. Все, до свидания, спасибо еще раз. Спасибо, да, хорошего дня, до свидания.